На канале РТВ и Международные новости. Меня зовут Сергей Кения. Здравствуйте. Президенты России и Турции встречаются сегодня в Санкт-Петербурге после 8-месячной размолвки из-за сбитого бомбардировщика Су-24. Наблюдатели не исключают, что по итогам переговоров между Москвой и Анкарой могут быть возобновлены важные и дорогостоящие экономические проекты строительства газопровода «Турецкий поток» и атомная электростанция «Кую». Насколько жизнеспособен турецко-российский альянс, построенный на недовольстве с Западом, разбирался мой коллега Владимир Унанянц. Он прилетел, чтобы закрепить резкий разворот в отношениях – от противостояния к сближению. Турецкий лидер, наступив на горло собственной песни, но всем своим видом показывая невозмутимость, ступил на российскую землю. Здесь, в Санкт-Петербурге, на малой родине российского президента, произошло долгожданное примирение. Крепкое рукопожатие, вежливые улыбки. Как будто и не было восьми месяцев взаимных обвинений в подлости и предательстве. Сам Эрдоган накануне визита прямо заявил, что намерен открыть в отношениях России и Турции новую страницу. Теперь – благодарить Владимира Путина за возможность встречи. Хотел бы поблагодарить за то, что в этот деликатный период вы уделили нам время. На самом деле, как вы помните, мы планировали встретиться на саммите Большой двадцатки в Китае, но, как вам известно, из-за случившегося нам пришлось немного изменить наши планы. Еще раз благодарю вас за то, что появилась возможность встретиться с вами, потому что турецко-российские отношения действительно вошли в положительное русло. Визит Эрдогана в Петербург – его первый выезд за границу после неудачной попытки переворота. И проходит он на фоне постоянно растущей напряженности в отношениях Турции с США и ЕС в связи с массовыми арестами подозреваемых в организации мятежа. На это обращает внимание влиятельное американское издание Wall Street Journal и подчеркивает – оба участника встречи в результате противостояния столкнулись с серьезным ослаблением своих экономик. Аналитики ожидают, в ходе встреч на высшем уровне бизнес-сотношениям будет уделено не меньше внимания, чем геополитике. Что касается турецкого потока, то у нас то же самое мнение, которое было озвучено в ходе Совета сотрудничества высшего уровня с участием уважаемого Владимира. Каких-либо задних мыслей у нас нет. Мы готовы незамедлительно сделать шаги в направлении реализации этого проекта, обсудить его и принять решение. Каких-либо препятствий этому нет. Единственным препятствием явилось это известное печальное событие. В настоящий момент больше всего газа мы приобретаем у России. И в этом вопросе у нас могут быть совместные шаги, поскольку Турция активно использует природный газ в промышленном производстве. Анкара, ослабленная экономическим противостоянием с Москвой, очень заинтересована в относительно недорогом газе из России. И такой резкий поворот заставил занервничать Европу. Ведь реанимация и последующая реализация свернутого было проекта однозначно увеличит зависимость Европы от российского газа. Но нервничает Европа не только из-за экономических рисков. Своим визитом в Россию Эрдоган сигнализирует о том, что ищет союзников за пределами Евросоюза и Североатлантического альянса. Впрочем, глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер поспешил заявить, что возможность учреждения России и Турции некой альтернативы НАТО исключена. Британская же Financial Times напоминает, что у Москвы и Анкары есть общие интересы, и в их числе желание проучить Запад. При этом трения между Турцией и ее союзниками по военно-политическому блоку льют воду на мельницу России. Да и Анкара явно намерена воспользоваться Москвой как рычагом давления в своих непростых отношениях с Западом. Недостаточно, по мнению турецкого президента, поддержавшего его Эрдогана власть. Владимир Ломанянц, RTVI Власти Турции тем временем обещают привести к ответственности мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Соединенные Штаты отказываются выдавать Анкаре. Оппозиционный религиозный деятель проживает в Пенсильвании. После неудавшегося госпереворота для многих турок этот американский штат стал неким центром управления путчем. Правительство Эрдогана требует от США выдачи Гюлена. Однако в Вашингтоне просят предоставить доказательства его причастности к организации мятежа. Премьер-министр Турции Бенали Елдырым, выступая сегодня перед членами правящей партии справедливости и развития, заверил, проповедник понесет наказание. Какое именно, он не уточнил, но выступление премьера прерывали выкрики из зала «Смертная казнь». Главарь террористов будет доставлен в Турцию и заплатит по счетам. Человек, который организовал атаку на Турцию и на ее парламент, который направил оружие на наших граждан, без сомнения будет наказан так, как он этого заслуживает. Германия и Нидерланды готовятся защищать Польшу и страны Балтии. Берлин и Амстердам планируют провести в октябре на греческом острове Крит в Средиземном море совместное учение с использованием зенитно-ракетных комплексов «Петриот». Эти ЗРК в ближайшем будущем могут появиться на территории восточноевропейских государств-членов НАТО, опасающихся агрессии со стороны России. Как ожидается, к учениям будут привлечены 300 немецких военнослужащих, 100 голландских, а также 10 солдат из США и американский эсминец, оборудованы современной радарной системой. Согласно заявлениям «Будосфера», в планах Альянса испытание новой концепции противовоздушной и противоракетной обороны. Она была разработана в ответ на просьбы властей и стран бывшего Варшавского блока о большей защите после аннексии России и Крыма. Террористические цели гуманитарных миссий и спецслужбы Израиля рассказали о еще одном случае, когда деньги, направленные на восстановление сектора газа, в действительности шли на нужды боевиков движения «Хамас». Общая служба безопасности «Шабак» задержала 38-летнего сотрудника программы развития ООН. Как заявляют в Иерусалиме, инженер Вахид Бурш злоупотреблял своими полномочиями, выполнял поручения боевого крыла группировки и курировал поставки ей оружия. На допросе он рассказал о террористической инфраструктуре и даже сообщил, что другие палестинские сотрудники тоже работают на «Хамас». Ну что же, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на РТВА и у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. И как всегда желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова